Или кто первый? Драки не будет. Так, девчата, мы сейчас с вами познакомимся. Вы расскажете про себя. Прошу. И дальше что-нибудь поспрашиваем у вас. Так, у вас есть? Кстати, вы знаете, то, что вот... Ну, это же две карусели, да? У нас сегодня с Афиной. Вот мы снимались в передаче «Пойми меня». И нас сегодня показывают по карусели. Это потрясающе. Ну, я не только карусели занимаюсь, я занимаюсь еще каналом Дисней. Знаете, что такое? Да, да. И вот сейчас вот я ищу ребят, которые будут сниматься у меня в программе на канале Дисней. Нормально? Это не противоречит вашим взглядам, нет? О том, что только на карусели можно. Ну, замечательно. Хорошо. Так, друзья. Я прям сразу буду снимать, потому что что, нам репетировать с вами 564 раза. Получили? Значит, смотрите, девчат, я тем, как начну снимать, сразу вам скажу. Мне... Не бойтесь друг друга перебивать. Вы можете друг друга дополнять, чтобы не получилось. Вас как зовут, давайте, Атун? Афина. Афина. Афина, Вероника. Вероника, вот. А то получится, Вероника только говорит, Афина стоит слушать. Потом Афина только говорит. То есть вы одновременно рассказываете. Ну, не так, чтобы у нас каша получилась, а-а-а-а, и ничего не было понятно. Хорошо? Хорошо. Меня зовут Вероника, как Славич. Вы говорите, да? Это очень хорошо. Только вот смотрите, крестик между вами, чтобы он был. А, хорошо. Ну, вот-вот, замечательно. Очень хорошо. Так. Представьтесь, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Афина Кондрашова. А меня зовут Вероника Савичева. И сколько вам лет? Да, мне девять. А мне девять. Замечательно. Девчонки, расскажите, вы подружки? Да. Мы дружим с пяти лет. Да, не столько мы знакомились. Да? Да. Так, а как прошло ваше знакомство? Ну, сначала мы с друг другом не очень дружили. Да. С собакой-кошкой. Да, вот. А потом мы с тобой сдружились. Да. А скажите, а вот вам такой вопрос. Расскажите, пожалуйста, друг про друга. А, я про Веронику. Ну, давай. Так, давай. Вероника очень любит петь и танцевать. И мы с ней тоже любим петь и танцевать. Мы с ней обе актрисы. Мы же снимались в разных фильмах. Да. Давай дальше. Ты, как бы, пожалуйста, девчонка симпатичная. Спасибо. Ты тоже. Ну, вот, спасибо. Ну. А в каких фильмах вы снимались что-то вы заметили? Да, сначала ты. Я снималась в «Минус один» и еще «Тайная русская жизнь в чужой». А я снималась в «Тесноте, да не в обиде» и «Останетесь навсегда». Потрясающе. Какое из таких запомнившихся событий было недавно, в котором вы участвовали обе? Это «Пойми меня». Да. «Пойми меня» и «Пойми меня» там, где мы снимались. Расскажите, как это происходило. Ну, можно я расскажу? Я была капитаном. Я собрала команду. Я долго думала, ну, кого брать. Ну, кого? Кого снять? Сначала мы начали уже репетировать, потом мы ждали год, пока оно будет. Пока оно будет. Мы не могли дошла. Да, потом мы встретились и на кастинге, и нас отобрали на репетиции. Мы репетировали недель пять, и у нас... И шесть. Шесть, вроде бы. И у нас как-то хорошо получалось. На последней репетиции генеральной был еще один кастинг. Ну, да. Мы его тоже прошли успешно. И в конце концов мы отобрались на программу. А у нас было шесть игроков, а надо было пять. Мы долго думали. Вот прям самым финальным мы выбрали одного человека. Да, да. Вот. А тот человек, который, к сожалению, не прошел на программу, он был в болельщиках с ее братом. Так. Мы прошли на программу, и в конце концов мы выиграли. Круто. Ну, и последний вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вы думаете, какой должна быть самая крутая, лучшая в мире детская площадка? Мне кажется, это с крутыми горками, американскими. Еще плюс, да. Да, еще там должен быть огроменный бассейн, где-то дискотека. Да, там тоже. Дискотека. Там еще должны быть другой зал. Танцпол. Еще там должны быть зал. С как? Качели. С колокачели. И чтобы на каждом был просто максимальный Wi-Fi, и все грузилось за одно суток. И все могли делать, что хотят. Это же детская площадка. Но все равно, но иди сюда. Ладно, тогда качели. Качели, очень много качелей. Очень много. Да. Чтобы не дрались. Не, не, не. На всю площадку обычно надо песочницы, чтобы все было в песке. Да, в песке, чтобы все было. Чтобы была еще в песке море, и в песке будет вода. Да. В песке будет вода, и еще фонтан. Фонтан? Да. Фонтан в виде фонтан, в виде любви. Дельфинов? Ну, ладно. Круто. Спасибо большое вам. Так, теперь мне надо... Клево, крутые. Ой, любви. Так. Любви. Так, сейчас мне надо листик бумажки попросить. Дигнал. Ли-ли-ли-ли. Какой любви. Ну что? Сердечко. Сердечко. А тут и ручка. Ли-ли-ли. Выписайте последовательность, кто есть. Кто первый был? А, вот. Супер. Все. Фамилия, имя и возраст, чтобы я потом произнесу. Все. Все. Чаще-чаще. Спасибо. Здрасте. Привет. Мама, стой. Мама, стой. Мама, посмех не наставляй. Нет, я ее с ним попросила. Значит, девчоночки, крестик, чтобы между вами был хорошо. Вот этот ключик. Прекрасно. Как вас зовут? Меня Даша. Меня Варя. Замечательно. Меня зовут Антон Владимирович. Мы сейчас с вами будем общаться. Вы мне про себя расскажете. Еще разок я буду снимать, как вас зовут, сколько вам лет. Самое главное, чтобы вы не стеснялись друг друга перебивать. Вы друг друга знаете? Да, конечно. Все будет замечательно. Вот вы и должны вести себя как по-другому. Опыт работы в паре есть. Замечательно. Вот вы сейчас про это и расскажете. Не бойтесь друг друга дополнять. То есть не должно быть сначала одна говорит, другая слушает, потом другая говорит. Да. Вот. Пожалуйста. Ну, ты понятно, да? Да. Все. Остальное, какие вопросы будут задавать сейчас? Хорошо. Не знаю. Какие придумать, такие задам вопросы. Так, девчоночки. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Варвара Ткачева. Мне 10 лет. Живу я в городе Москва. Здравствуйте. Меня зовут Дарья Колбасеева. Мне 12 лет. Я живу в городе Москва. Прекрасно. Девчонки, ну вы подруги. Да. Расскажите, как вы познакомились. Мы познакомились. Первый раз, в общем-то, мы, наверное, увиделись в этой студии, которую так очень любим. Да. Нам тут нравится. Мы тут познакомились. Мы с Дашей достаточно хорошие подруги. Я ее знаю, ну вот с момента основания студии, потому что мы с ней ходили в одну группу. Бывало встречались на факультативах на разную. Да, недавно даже мы с Варей в паре брали интервью в Московском губернском театре. Да, мы вели репортаж, за пулисы ходили, брали интервью у разных героев, например, у Александра Соколовского. А вот расскажите мне, пожалуйста, поподробнее про это событие. Что это было, что это вдруг в губернском театре, брали интервью, как это все происходило? Поподробнее, наверное. Ну, мы пришли в губернский театр, и мы начали вести репортаж про премьеру. Ну, сначала мы немного потренировались. Ну, да, естественно. Сделали шапку, сняли все как положено. Да, такие здравствуйте на фоне, там, знаете, губернского театра, так красиво все. Да, в этом спектакле про остров сокровищ играли два ученика из этой студии. Да, только в разных составах. И один педагог. Ну, естественно, все в разных составах играют. Мы друг у друга как-то задавали вопросы, опять же, например, что ты знаешь, и потом задавали вопросы актерам и режиссерам спектакля. Очень было интересно послушать их. Такие интересные ответы, например, режиссер давал какие-то ответы. У Даши были очень оригинальные вопросы, например. Например, какие? А что? Например, про актерские традиции разные. Не знаю, у меня, наверное, были не особо креативные. Хотя, я думаю, достаточно. Ну, мы пришли на премьеру, был первый спектакль, самый смотрели. Было интересно, поскольку столько ляпов было. Самый первый. Да, премьерный спектакль, это так захватывающе. Еще до премьерного спектакля была, как бы, такая мини развлекательная программа для детей. Потом мы опрашивали учеников студии, которые пошли на премьеру, узнавали их мнение. Спектакль в конце очень меня лично растрогал. Я даже в конце расплакалась. Когда Сергей Безрук, ты у нас всегда плачешь. Когда Безрук в конце такой, в роли, ну, главный... Капитан? Ну, ну, Даша, выручай меня! Даша, выручай. В общем... Девча память! Девча память! В том бездело, вот. Он когда махал такой, я... Джим, я надеюсь, ты за мной придешь. В общем, я прям расхлопалась. Там такой красивый финал, все актеры вышли. Ну, конечно, очень интересно, понравилось. Да, вообще очень захватывающе. Особенно, когда ты за кулисы идешь. И представляешь, вот, когда ты все это смотришь на сцене, и все как внутри, как декорации, костюмы. Да, и много кого видели, интересные новые знакомства были. Да. Очень классно было. Интересный актер, интересно было с ними поговорить. Девчонки, а расскажите друг про друга. Дашу. Я про тебя случайно. Даша, она занимается фигурным катанием. Я не ошибаюсь. Все правильно. Она модель, фотомодель, подиумная модель. Она занимается актерским мастерством в студии актера, естественно. Она очень клевая девчонка и позитивный человек. Так. Про себя добавить? Ну, если что-то неправду сказали про тебя, ты можешь. Нет, правда, просто у меня еще много чего есть добавить. Ну, давай ты лучше расскажешь нам про свою подругу. Моя подруга? А если что-то не так, то ты вот прямо в процессе рассказываешь. Моя подружка очень позитивный человек. Я ее очень люблю. Она никогда, наверное, я ее не видела ни разу, чтобы она грустила. Да, она есть. Она всегда смеется, всегда на позитиве. Уже несколько лет вместе занимаемся в студии актер, где очень нравится. Ну, вот. Ну, вообще у меня еще много хобби по ней. Ну, вот чем она занимается, честно, точно не могу сказать. Просто по ее страницам в соцсетях все видно. Я как-то не особо так выкладываю. Я еще занимаюсь, в принципе, рисованием. Историей искусств. Я тоже. Потому что история, вот эти все исторические факты, все прям как сказки. Я люблю читать книги, потому что книги это одно из вообще величайших изобретений человека. Герберт Уэллс это вообще мой любимый автор, писатель. Потому что вот просто фантастика, это просто детективы. Читаешь книгу, улетаешь просто в свой мир. Да, приходя на месте героев, переживаешь эти события, это все очень хорошо. И книги помогают иногда, бывает, вжиться в образ. Например, ты играешь, предположим, образ Пеппи Длинный Челок. Ты сначала должен прочитать книгу, какие-то нюансы, посмотреть фильмы. То есть книги мне очень помогают в моей реальной жизни, потому что словарный запас и так далее. Надо вживаться в образ, пропускать его через себя. Да, да. Да, чтобы настоящий. Молодцы. Хорошо, тогда вам такой еще вопрос задам. Расскажите, пожалуйста, как думаете, какой должна быть самая лучшая в мире детская площадка? Самая лучшая в мире детская площадка, на мой взгляд, должна быть та, куда ты можешь прийти со своими друзьями и расслабиться. То есть так, чтобы там было интересно, чтобы она была красочная. Но, конечно, важнее всего это твои друзья, которые тебя окружают. Я абсолютно согласна с Дашей, потому что от друзей в основном все зависит. Но у меня немного другие видения. Поскольку я очень человек, любящий покушать, там должны стоять много мороженого, пироженого, потому что дети любят сладенькое. Там должны стоять, знаете, специальная такая аэротруба, чтобы ты мог полетать в ней. Батуты должны стоять. Должны стоять качели, карусели, разные горки американские. Огромная труба такая. Да, это не совсем детская площадка, это уже какой-то парк аттракционов, но вот детская площадка должна быть как парк аттракционов, чтобы там было просто все на свете. Вот просто все. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вы родились в Москве или приехали в Москву и живете здесь? Я родилась в Москве. Я родилась в Москве. Ну, мои родители в других местах родились. И мой брат, моя мама, бабушка, все в Москве рождались. Замечательно. Может, вы что-нибудь еще хотите рассказать интересное? Про себя или про... Да вообще, что угодно. Я могу рассказать. А, не, про себя, наверное, не стоит, а может быть, вы были где-нибудь в каких-то интересных местах вдвоем. Вдвоем? Мне вот интересны только те места, где вы вдвоем были. Не было? Вдвоем не было. У меня есть вот... Я вообще должна была быть в паре с другой девочкой, и вот мы с ней были во многих местах, как в лагере, там, да. Она заболела? Не, она должна прийти, просто Дашей нужно было, и я поэтому пошла с Дашей. Ага, а к тебе надо уходить, Даш, да? Ну, да, у меня просто тренировка на танцы к солистской ансамбле. У меня номер ставят, я солирую, мне никак нельзя опаздывать. А скажи, пожалуйста, а если вдруг мы решим тебя снимать, а ты солистка вот ансамбля, и у нас могут пересечения быть с этим, у тебя каждый день танцы? Нет, это не проблема, их можно отменить без проблем, я снимаю же, и опыт есть, но можно пропустить, просто сегодня важно лепеститься. Хорошо, супер, спасибо большое. Так, умнички, тогда, наверное, знаешь, что я попрошу? Я хочу подождать подругу. Да, чтобы у меня разные сочетания пар были. Хорошо, конечно, да. Потому что ты помогла, очень молодец. Конечно, да. Умничка, давай. Дальше не путите. Даня! Вот, да, и пусть я подругу свою дождусь тогда еще. Даня, Мастя! Давай, чья очередь? Даша. Дуэ, Даша. Дуэ, Даша. Ну, жива, жива, что нормально. Я не улыбаюсь, он жива, вы так ли, даже сумел. Дальше вскрытие покажем. Доброе. Ну, ты, кто-то. А ты отдыхаешь? Нет, сейчас там решу. Давай, тащи, кто с тобой пойдет. Затаскивай там сюда. Переводись, там не готов. Душь, парень. Не утренадцать, но у дочка двенадцать. Ну, замечательно, замечательно. Ты куда пошел? Подъезжать, что ли? Вставай, давай. Окей. Так, дайте плюсик между вами должен быть. Вот правильно. Так, друзья, как, кого зовут? Меня зовут Филипп Камелев. Так, и тебя? Настя Алексеева. Настя, хорошо. Филипп и Настя. Меня зовут Антон Владимирович. Я с вами сейчас буду общаться. Будете про себя рассказывать, рассказывать друг про друга. В общем, рассказывать много чего. Самое главное, чтобы вы... Вы друг к другу не знакомы? Нет. Нет? Нет, вы первый раз убедились? Угу. Так, а как мы тогда с вами будем общаться, интересно? Непонятно мне. Вы должны друг про друга очень много знать. Так, сейчас. А простите, у меня вопрос. Ребята друг друга не знают, как они будут друг про друга рассказывать. И мы будем с ними общаться. То есть невозможно. Вы не знаете друг друга? Я нет. Нет. Нет, я не буду. Извините. Извините, это, к сожалению... Нет, ну просто они могут сказать, что мы знаем друг друга, но при первом же вопросе будет видно, что они не знают друг друга. За всех, кого... Она с ним подобного касается. Ответ. Я могу хоть 100 раз выступить. Ну, я не знаю, как вы договоритесь. Я могу не. А всегда? Попер не подходит. Да, ну пожалуйста. Мне просто очень важно, чтобы ребята должны быть хорошо с нами. Здравствуйте. Так. Так, все? Так, Барь, ты знаешь уже все. Плюсик между вами. Стой. Ань, ты глади меня. Печаль. Ну хорошо, ладно. Печаль. Печаль. Ну ничего страшного. Итак, девочки, представьтесь, какого зовут? Меня зовут Варя Ткачева, мне 10 лет, живу в городе Москва. Меня зовут Настя Алексеева, мне 11 лет, я живу в городе Москва. Замечательно. Девчонки, вы подруги, вы знаете друг друга? Да. Мы с ней занимаемся в одной группе, в актере. Настя недавно, ну как сказать, нет, она больше полгода, ты уже в студии. Я с Абрией. Даже полгода, больше даже чем. В общем, знаю я ее достаточно хорошо, она позитивный человек, она очень красивая, очень красивая. Вы слышали, как этот человек, она такая скромная бывает, но все-таки она вообще душа компании, веселая, позитивная. Такая просто, всегда на себе повысилить на занятиях. Замечательно. Настя, ты расскажи про Варю. Варя это очень открытый и позитивный человек, она всегда очень уверена в себе, то есть, когда мы, например, здесь этюды делаем, она всегда первая, первые ряды. То есть, ну, еще Варя немножко любит иногда, ну, как бы взять в свои руки все дело и там быть режиссером, например. Ты знаешь, это мой минус, но в то же время плюс, потому что, когда ты можешь руководить, это очень хорошее качество, что ты не растеряешься. Если кому-то нужна помощь, то ты так как раз, ну, все. То есть, ты мой конкурент. Я понял. Настя, ты не бойся, можешь всегда добавлять Варю. Не бойся перебивать. Да, перебивать можешь смело. Ее, правда, всегда перебьешь, конечно, но перебивай. Да. Так, хорошо. Какое недавно было событие, в котором вы вместе участвовали? Это может быть занятие какое-то? Новый год в Актиларе. Да, Новый год в Актиларе. Расскажите, как это происходило. Огромное арт-кафе с огромной сценой. Номера, выступления. Обезьяны. Потому что год обезьян. Дед Мороз. Гости зафуки. Да, там было очень такое веселое танце. Веселые танцы с африканскими людьми. Это было очень весело. Вот, очень весело. Разные танцы. Потом скрипка. Скрипка, да. Ее отец играет на скрипке. Афи... Офигенно. Просто офигенно. Вот оно, такая музыкальная семья. Вот. Было очень весело. Музыка, которые были в городе. Мы все вместе, ну практически вся студия, в общем-то в студии, танцевали танец из Норд-Ост. Блошиный рынок. Было очень весело и интересно. И такой танец. Подготовки проходили в специальной студии танцевальной. Да, вот. И еще, мне этот танец так понравился, до сих пор его думаю, ну это я танцую. А я дома такая, знаете, даже в душу, извините, танцую его везде просто. Главное, не упади, потому что скользко может быть. А то скользко, рука, кисть, голова. И в общем... И в общем все плохо, да. Хорошо, последний к вам вопрос. Расскажите, пожалуйста, какой должна быть идеальная учительница? Мне кажется, что идеальная учительница это тот учитель, который тебя понимает, в любой момент может тебя выслушать. То есть с ним можем, например, договориться. То есть, ну, примерно, случай в моей жизни лично. То, что, например, у меня есть учительница по математике, она очень понимающий человек. И то есть, когда, например, у меня был такой случай, что я не то домашнее задание сделал, я просто к ней подошла и сказала, извините, я сделала не то домашнее задание. Говорит, да, хорошо, главное, что ты просто что-то сделала. И все. Я абсолютно согласна с Настей, но я бы хотела дополнить то, что идеальный учитель, естественно, он понимающий, добрый. И понимающий учитель, он, ну, не понимающий, а самый лучший в мире учитель. Знаете, есть учителя, которые там выбирают одного любимчика, и все. То есть, должен быть учитель, который любит по-своему всех учеников. Я, конечно, знаю, что это очень трудно, но чтобы он уважал старания, потому что бывают такие случаи, что я там отвечала на уроки, так же, как одна девочка, но вот она ей поставила пять, а мне как бы, ну, галочку. На следующем уроке ответить. То есть, идеальный учитель, он может быть добрым. Знаете, бывает, она такая, хм, два минуты до конца урока. Напишем самостоятельно, то есть, чтобы учитель умел рассчитывать свое время, потому что в наше время это большая редкость, потому что у нас все учителя такие, они куда-то спешат в своих мыслях, и такие так, пять минут, так, пишем контрольную, все, да, и долгую контрольную, то есть, и чтобы не задерживало на перемены. Спасибо. Спасибо большое. Умнички. Все. Next, следующий, сказал Дарьян. Дарьян. Честливая. Так. Ну, вы-то, я надеюсь, знаете. Да, да, мы знаем. Ну, прекрасно. Девчонки, чтобы плюсик был между вами встан. Окей. Вот этот на полу. Поплиже друг друга можете встать за вас. Так. Значит, мы сейчас с вами будем общаться. Вы прямо говорите, как кого зовут, сколько вам лет. Спокойненько рассказывайте. Отвечать будете на мои вопросы. Главное, не бойтесь друг друга перебивать. Не стесняйтесь. Вы же подруги, вы друг друга знаете лучше, чем я. Да, вот дополняйте друг другу. Знаете, конечно, базар устраивает, как каждый свое будет говорить. Вот добавляйте друг другу все, что вы считаете нужным. Так, окей. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Ильяна Лисичкина. Меня зовут Аселевина. Мне 11. Мне тоже 11. А в этом году мне будет 12. Так что. Да? Так что я ввожу в пенсионный возраст. Ну, еще. Так, девчонки, вы подруги. Да. Как вы познакомились? Да в студии. Я пришла в эту студию не так давно, на самом деле. И когда я пришла, я сразу подружилась. Первая с кем я познакомилась была Лена, да. Как это было? Как вы подружились? Как вы первый раз... Я просто вошла, и первый, кто... Да, я посмотрела на нее. Да, первый я посмотрела, и там начала переодеваться, и все такое, она такая, привет, как тебя зовут? Ну, так и началось. Понятно. Вспомните, пожалуйста, какое-нибудь мероприятие, событие, может быть, поход ваш какой-то, путешествие, в котором, в общем-то, место или явление, или событие, в котором вы вдвоем принимали участие. Так, сейчас вспомню. Я тебя видела, и мы, ты же, пошли-то с тобой, я уже не помню. По-моему, в кино. А, да, кстати, да, 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 на твоей станции метро, я не помню, какая у тебя станция метро, извини, пожалуйста. На детстве после Мышкова, я помню, мы пошли. Да. Да, мы стоялись просто на улице и решили пойти в кино. Как это произошло, на что вы ходили, что за фильм? Фильм, сейчас я вспомню. Призрак, призрак, по-моему, призрак. Призрак, Финнес-доса. Я не помню вообще. По-моему, это было давно. Да, это было давно, и, ну, не так давно, этот фильм не так давно вышел. И мы не так давно ходили. Ну, я пошла, поехала, мне там надо было куда-то с мамой уехать, смотрю, она мне на страничь уйдет. Да, я просто шла. Я просто спокойно хожу. Да, я еще. Мама говорит, ну, идите, вон там кино недалеко. О, октябрь, октябрь у нас не было. Да, вот это, ну, короче, кинотеатр, кинотеатр. Да, и мы пошли в кинотеатр октябрь. А еще я помню, потом начался дождь, и мы шли под водой, и это было очень неприятно. Там зал такой, помнишь, сбоку, который не прямо, а вот сбоку, там есть такой зал. Мы шли, очень мокли и ругались, что нас отправили. Понятно. Девчонки, расскажите, пожалуйста, друг про друга. Друг про друга. Так, я сейчас расскажу про Эсчу. Да, начинай теперь. Так, у нее любимый цвет бирюзовый, бирюзовый, светлый. Да, светлый бирюзовый. Она любит пищу. Я просто бы щащу. Кроме вот, она любит всю пищу, но она такие вот белые такие вот. Белые продукты. Ну, короче, молоко, там, следанное, всякое такое. Да, следанное, это все, что я не могу есть. Я только это крашу. Например, творог я крашу шоколадом. Да. Любит первое, показываете чудо здесь. Это то, что мне нравится. Не знаю, почему. Давай, теперь ты про меня. Итак, хорошо. Это Лена. Ее, кроме театра, она очень любит заниматься спортом. Это то, что я очень хорошо знаю. Она любит теннис, там, любит кататься на всем, что ездит. Например, велосипеды, самокаты. Ты вроде бы, правильно, да? Да, да, да. Ты умеешь кататься на скейтборде? На скейтборде? Да. Не, не очень. Не очень. Потому что я с ней не каталась, потому что я умею, но я не помню, каталась ли я с тобой. Не, я не каталась с тобой. Так, что еще? Что еще расскажи мне? Любимый цвет Лены, это розовый. Она любит есть любую еду, кроме жареных каштанов. Да. Да, несмотря на то, что это очень странно и экзотично, но она не любит есть жареные каштаны. Несмотря на то, что я их просто обожаю, честно так говоря, но вот я их не пробовала. Я их не пробовала. Ты не пробовала? Ты сказала бы, нет, я не пробовала, я обману. Не, 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 не. Вот бывает такое. Хорошо. Ну и последний у меня к вам вопрос. Вот вы меня видите первый раз в жизни. Да. Наверняка. Оцените, пожалуйста, только честно. Ваша задача не понравиться мне, а быть сейчас строгими экспертами. Ваша задача оценить мой внешний вид и предложить мне, чтобы можно было бы в моем внешнем виде поменять. Вы такие эксперты моды. Эксперты моды? Ну, не знаю, наверное, короткие волосы было бы прикольнее. Не так вроде короткие волосы. Нет, волосы длинные. Это чего? Короткие волосы. Не для девочек. Для девочек короткие волосы это, наверное, вот так. Ну. Максимум. Ну. А для мальчиков, наверное, короткие волосы это просто взять и... А, да? Я, наверное, не поняла, что я имею в виду. Так, я думаю, думаю, сейчас подумаю. Ты думаешь, думаешь и думаешь. Я думаю. Все думаешь. Да, подождите. Да, я скажу. Мне кажется, вот узенькие штаники. Ну, такие вот. Усенькие штаники. Мне кажется, широкие, больше, как-то нравится. И черные такие, не знаю. Черные штаны. Да. Лена предлагает черные штаны. Узенькие. Узенькие черные штаны. Нет, большие. Добро, большие. Ясно. Но ботинки прикольно. Такие большие. Да. Огромные просто. Я нашла такие. У меня с подистикой примерно размеры огромные. Я тоже люблю большие ботинки. Для устойчивости ты в таких ходишь? В таких нет. Просто мне в них нравятся. Не знаю. Они большие, в них комфортно. В них, наверное, такая большая-большая. Ага. А у меня помещается. Нет, у меня помещается. Но у меня там такое пространство. Еще я очень люблю уги, потому что они... В них можно засунуть голову-ногу и просто пойти спокойно. Зимой я так обычно и делаю. Спасибо большое, Унички. Все, мои дорогие. До свидания. До свидания. Дайте следующее. Следующее. Здравствуйте. Привет. Так. Девчонки, вы знаете друг друга? Я теперь уже спрашиваю. Да. И вы первый раз уйтили? Нет, нет. Замечательно. Значит, вы вставайте, чтобы между вами был плюсик. Вот этот вот. Да. Можете поближе, если хотите, пожалуйста. Да, я сам за Манья. Супер. Как вас зовут? Меня зовут Манья. А тебя? Меня зовут Алина. Замечательно. Вы сейчас мне, когда я начну снимать на камеру, представите, скажете, сколько вам лет. И мы с вами будем общаться. Вам будут разные вопросы какие-то задавать. Самое главное, не стесняйтесь друг друга перебивать. Поскольку вы друг друга знаете, у вас много, что вы можете друг про друга рассказать, про какие-то совместные ваши приключения и события в жизни. Не бойтесь, смело, можно чуть ли не перебивая даже друг друга и рассказывать свою точку зрения по тому вопросу, который я задавал. Но соблюдать нужно все-таки меру определенного приличия. Если вы просто будете все время друг друга перебивать, толком я ни одну, ни другую не услышу и ничего не пойму. Понятно? Да. Ну вот, замечательно. Так. Сейчас моя камера включится. Поймает фокус. Девчонки, как вас зовут? Меня зовут Мария. Мне 10 лет. Я живу в городе Москва. Меня зовут Алина. Фамилия моя Высоцкая, отчество Виталиевна. Я живу в городе Москва и мне 9 лет. Прекрасно. Девчонки, вы подруги? Да. А расскажите, как вы познакомились? Мы познакомились, когда я раньше ходила... Да, я пошла с октября месяца этого года в Актер. И я вот ее где-то увидела. А я раньше ходила по группе суббот-воскресенье, а теперь я хожу по группе пятницы. Я с ней познакомилась, когда первый раз пришла туда. Так как это было? Вот вы можете прямо описать мне этот день? Ну, как бы... Ну, я пришла к занятиям. И я увидела тоже ее и поняла... С чем-нибудь, с чем? Да. Это было... Я увидела ее и поняла, что это, может, какая-то девочка, которая занималась... Ну, да, это что-то не было. Которая мне просто интересна. Ну, как бы вот... По-моему, моя ровесница может... Да. Хорошо. Расскажите друг про друга. А. Ну, вы уже поняли, что Алина Виталина. Она любит заниматься... Она любит заниматься... Ну, она любит кататься на горных лыжах. Она занимается в доме сонки. Она любит петь. Она выступала в Крыме. Она, в общем, ну, много... Очень пела. На ее проведении. На ее проведении выступала. Она любит кататься на горных лыжах зимой, тоже я уже сказала. Летом она любит надевать всякие шорты, маечки. Вот. У нее сейчас нет домашних животных. А раньше у нее был кот... Дружок. Лыжок. Так. Ее зовут Маша. Родители ее зовут... Мама зовут Ольга, а папа Сергей. Она занимается пением с трех-четырех лет. Любит кататься на коньках, на горных лыжах. Потом еще... У меня есть собака. Немецкая общежка. Можешь добавлять мне, если я услышу. Еще мальчик, его зовут Кит. Еще... Еще я пою тоже. У меня нет в Бразилии сестра, как я понимаю. А у тебя есть младший брат Артем и старшая сестра, которая 18 лет. Да. Лиза. А родители меня зовут Эльвира и Виталий. Прекрасно. Осталось только пин-код карточки кредитной. Хорошее слово назвать. И будет полная характеристика. Так, девчонки, расскажите, пожалуйста, было ли недавно у вас какое-нибудь событие, в котором вы обе принимали участие? Ну, именно вместе? Да. Мы занимаемся вместе. Ну, мы занимаемся вместе в одной группе. Тогда расскажите. Мы танцевали африканский танец. Мы, да. Еще занятия танцами здесь, в актере, в том кабинете. У Галины Амановны. У Галины Амановны, да. Рассказывали здесь истории про Новый год. И просто смешные истории. Да, и уже подготовили к программе. Девчонки, расскажите мне, пожалуйста, тогда, как проходит ваш урок какой-нибудь. Чего начинается, чем продолжается? Ну, начинается все с того, что... Если танцы, то поклон. Да, поклон. Далее разминка. Разминка. И совпасная часть, то есть... Это танец, который готовит. Или импровизация. По одному, например. А в конце поклон. Или какие-нибудь такие мелкие упражнения. Или там что-то, например, там-пам-пам-пам. Что-то с координатой связанное такое. Да, а если это не танцев урока, а, например, вокала. Вокал у нас развиваемся. Потом мы можем... Какого-нибудь на каком-нибудь упражнении. Например. Например, в траве сидел кузнечик. Ну, мы друг друга, да, становятся перед нами. И вот кто-то злится, кто-то удивляется, кто-то там, ну... Кто-то учит, да, это... Кто-то сражается, да. Или по очереди поем. Вообще весело. Еще мы на прошлом уроке на букву Р рычали, как бы, и... Играли для песен. Например. А следующая часть у нас занятия. Это... Ну, та песня, с которой мы готовимся на какие-нибудь мероприятия. Если, вот, например, перед домогоном, ну, пока еще Маша не пришла, я еще не видела. Да. Мы готовились... Сейчас я вспомню. Блошиный рынок, то есть... Ну, готовились каждый урок, пели песни. Ага. А мы тоже, да. Вот мы пели... Мы звезды континентов. Да. Хорошо. Девчаночки, скажите мне, пожалуйста, какой должна быть, по-вашему... Какой должна быть, по-вашему мнению, детская площадка классная? А, классная детская площадка должна быть... Обязательно должны быть, ну, минимум, три качели, потому что... А, ну, может, две-три горки. Две-три горки, ну, да, такие. Там, на какой-нибудь городок, которые горки, если... Маленький, ну, детский. Трое качели. Карусели. Две карусели. Две карусели, да. Да. Скамеек, наверное... Песочный, все для детей обязательно нужно. Да. Ну, сильнее, может, там. Футбольное поле и то, что потом превращается в коту. Еще скамейка. Ну, может, штуки четыре, там, например. Штуки шесть. Ну, если большая площадка. Да. Мормально это два-две, там, три. Да. И трое качели обязательно, или даже четыре. Потому что там бывает, наверное, спор. Да. Между котелей, особенно на символе кончо. Вот, надо, чтобы было. Еще турники, на которые лазают, если мальчики, и девочки. Хорошо, спасибо. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, ну вот, ой, какой вид искусства вам нравится? Каждый свое назвал. Мне нравится театр. 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 Театр балет. Больше всего. Театр балет. Театр балет, песни. Мне нравятся спектакли. Это не вид искусства. А, ну, выставки, может, какие-то картины. Да, картины, картины. Точно. Да, и что сходишь. Все или еще что-то? Ну вот, давайте мы сейчас сделаем следующим образом. Вы сейчас поспорите. Ты будешь рассказывать, что театр – это самое интересное место, а ты будешь рассказывать, что выставка – самое интересное место, и вы должны убедить не только себя, но и меня в том, что именно ваше место – самое интересное. Хорошо. Выставка или театр? Довольте. Самое интересное место – это театр. Потому что… Нет, потому что… Театр как раз все… Да, ну, что такое… А, девчонки, смотрите, вы все правильно делаете, но вы забыли про меня. Вам же надо меня убедить еще. Потому что я пошел бы либо в театр, либо на выставку. Да. Поэтому получите так, чтобы каждого я узнал. Ну, не то, чтобы по очереди, а так, чтобы я каждое мог услышать. Вы сейчас одновременно начали говорить, и я ни одну не понял, ни другую. Попробуйте сделать так, чтобы я понял вас обеих. Я думаю, что театр – это самое интересное место. Потому что актеры, и когда играют, они играют, и сами верят в то, что они делают, и доносят энергию людям. А мне кажется, что галерея, потому что там могут быть картины разных все-таки там… И что, в театре тоже играют разные актеры? Ну, зато там, может быть, старинные какие-то картины. А мне нет. Старинная обстановка, старинный дух, там все. Ну и что? Зато там на выставке много людей тоже бывает. Ну, а в театре мало, конечно. Там целый зал, там, если это большой, а там целые эскурсии, можно сказать, какие-то могут… все показано, все есть, чтобы прослушать что-то, например. А в театре, во-первых, больше места, а там не стоит, там сидят. Во-вторых, там есть не только спектакль, но и балет. Там можно и петь, там можно и… там… там все можно выступать. Не, ну там в картины галереи тоже много… Картины, вот видишь, картины, там одна картина, понимаешь? Ну, может, какая-то выставка тоже, например, не знаю, домов. Дома, там все… там, знаешь, могут быть деревянные дома из какой-то, там, дерева. Старинные, которые старинные. Там людей развлекают, да, на картинной выставке что там? Ну, зато, зато, когда… Картины, развлекают. Покупают, зато дома, например, или там… Ну, с картинки, потом, если… Спасибо большое, девчонки. Да, я не знаю, мы убедили ни одна, ни другая пока. Я буду думать, куда пойти, в картинную галерею или в театр пока. А вы бы сами куда пошли? Театр. Ну, я бы могла и в театр, и в театр, и туда, и… Потому что ты идешь, ну, я приду и сюда… Я бы хотела, ну, стать актрисой. Понятно. Так, хорошо, спасибо большое. Ты этой миссовки давно занимаешься? Да, пятый год уже. В какой-то группе «Си», наверное? Нет, в «Ре-1», все равно. В «Ре-1»? А я в той… У нас концертная группа, там бывают концертные… Ты еще забыла… Наталья Мансуровна, я бы, с хореографией преподает. У нас преподает Ольга Алексеевна. А у Ольга Алексеевна… Ты сначала мальчишке поможешь, а потом вы взорвете мою мозг дверь. Да. Так, друзья мои, давайте знакомиться, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Ксения. А тебя? Володя. Прекрасно, ребятки, поближе чуть подходите, чтобы плюсик был между вами. Значит, меня зовут Антон Владимирович, мы с вами будем общаться. Самое главное, я буду разные вопросы задавать, не старайтесь говорить по очереди, ну, прям совсем сначала ты сказал, а потом только ты говоришь. Можно друг друга добавлять, иногда даже перебивать, если вдруг что-то неправильно другой человек говорит, хорошо? Да. Вот, поскольку… Вы знакомы, да? Вы друзья? Да. Можно сказать так. Так. Ну, замечательно. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Ксения. А меня зовут Володя. Так. Какие у вас фамилии, Ксения Володя? Меня зовут… Моя фамилия Семеновская. Володя. Здорово. Здорово. И сколько же вам лет? Мне десять, а ему девять. Да? Девять. Может быть, я скажу? Давай. А мне девять лет. Прекрасно. Ну, по-своему сказать. Так. Друзья, расскажите друг про друга, пожалуйста. Что? Володя – очень прекрасный человек. Занимается со мной в студии актёр. Ну, любит скакать, петь, играть этюды. Хороший режиссёр. Для меня хорошо придумывает сценарии. Что ещё? Может быть, ты… Ксюша учится в студии актёр. Да. Мы с ней друзья. Да. Ана. Она учится в студии актёр. Ну, я тоже говорю. Ана. Она занимается танцами, ну, акробатикой. А, давай. Акробатикой. Акробатикой. А, давай. Акробатикой. 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 Иппокастик. Отсюда, да. Хорошо. Тогда расскажите мне, как проходит занятие в студии актёр. А, хорошо! Для меня занятие в студии актёр мне очень нравится. Только максимально подробно. Да. Вы не рассказываете, чем вам нравится, а просто расскажите, что, зачем происходит. А, давай, давай. А я в понедельник, давай расскажу. В понедельник, ну, вчера. Ну, как мы занимаемся. Да. Именно как наша группа занимается. Сначала у нас сцена движений. Мы танцуем. Мы танцуем, ковыркаемся. Мы ещё... Страховку учимся прыгать, прыгать. Ну, подожди, мы ещё там... Вроде вчера чуть не засну. Давай дальше. Так. Потом у нас этот... Вокал. Потом у нас идёт вокал, да. Мы поём уже, разминаем голос, подготавливаем ему речь. Песеньки. Да. Песеньки подготавливаем. Ну, да. Каким-то событиям в студии актёров. А, третий урок самый крутой? А, актёрское мастерство. А, актёрское мастерство. А, актёрское мастерство мы делаем этюды, занимаемся всякими интересными актёрскими играми. Например, ну, например, игра «Ванька встанька». Можно сказать, обычная игра, но она достаточно развивает хорошо актёра, ну, за маленького актёра. Вот. И она, например, очень нравится заниматься... Расскажите про это упражнение. А, актёрское мастерство. Как правка? Или про эту встаньку? Да. Ну, это... Встанька, это как... Это все дети садятся в круг... И... Да. Все дети садятся в круг... И Владимир Михайлович... Наш педагог... Да. Хлопает или говорит там... Считает... И... Он хлопает, и кто-то один... Один... Именно один. Должен встать. А если встанут два, то... Одно очки... Один на русском языке. Мы садимся в круг... Все дети садятся в круг... И когда... Ну, наш педагог... Хлопает в ладоши... Он говорит какой-то знак, да... Кто-то стоит по очереди... И если встало два человека, а не один человек, то мы проиграли. Я только что сам... Только что же это и сказала. Ну, я потом и сказала. Вот. И еще... Ну, наверное, развивает... Ну, эта игра развивает уступать как-то другому человеку, давать... Ой... Да, если даже, например, кто-то... Например, новичок... Пришел и... Постоянно встает, никому не дает. Да. У нас иногда правильно, как будто... Он, например, сердце... Да. Кто-то, например, срезеньки... Ну, очень в виду то, что мы играем, то, что каждый орган... Ну, это обычно маленький. А он думает, что сердце самое главное, что без него... Ну, ну... Ну, один... Наш педагог объясняет... Ну, новеньким, там, детям, которые не понимают... То, что нужно когда-то, например, на... Уступить. На съемочной площадке, там, уступать. Уступить. Уступать. Уступать. Уступить другому человеку. Ну, да. Ну, и последний к вам вопрос у меня. Как вы думаете, на ваш взгляд, какой должна быть суперкрутая детская площадка? А, а, а... Детская площадка? Да. На которую есть вертолёт, истребитель. А на которой стоят пушки, ну... Нет, это не для девочек. Для меня это для маленького большого площадка, я сразу думала, что я очень на площадке, поэтому у меня сразу представляется камера. Нет, а не парадетская? Парадетская площадка, мне кажется. Огромная горка. Километр. Не знаю, идеально, наверное, да. Горка. Да не без. Со страховкой, как по всему. Какая-то должна быть площадь, такая, знаете, как красная площадь. Мне кажется, это достаточно интересно. Особенно мне нравится, если есть батуты. Выходят, водят. Особенно такие, которые вот так привязывают тебя. Как будто ты в памперсе. Какой памперс надевает, и ты очень высоко подлетаешь. Но мне кажется, там не будет работать. И там кручиться можно. Там можно так делать. На обычных батутах это очень тяжело. Это все знают. Может и не знаешь. Спасибо большое. Спасибо вам. Ты приболела что ли? Покашливаешь? Немного. Не болей. Нет, я не буду болеть. Следующий тебе. Взрыв мозга. Сейчас будет взрыв моего мозга. Иди сюда. Сейчас, Паша, мне надо отдохнуть перед вот этим взрывом. Вы выйдете? Прекрасно, заходите. Замечательно. Замечательно. Ты знаешь уже как вставать. Поближе вставать. Ага. А как тебя зовут? Паша. Мне надо опять представиться. Потому что я же в новой паре буду снимать тебя. Значит, ты Паше уже рассказала, что надо будет делать? Да. Все. Общаемся. Все то же самое, что будет. Все то же самое. Общаемся. Сколько тебе лет, Паша? Мне двенадцать. Двенадцать. Я постараюсь убедить вас обязательно. Ну, я не знаю, какой вопрос придумаю. Может быть, другие вопросы. Сейчас. Итак, друзья, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут, сколько вам лет? Меня зовут Мария Попова. Мне десять лет. Я живу в городе Москва. Меня зовут Павел Славов. Мне двенадцать лет. Я живу в городе Москва. Замечательно. Вы знаете друг друга уже сколько? Мы знаем друг друга примерно полгода. Да. Как вы познакомились? Ну, мы познакомились, когда он пришел в студию актер. Просто я раньше пришла к чему. Угу. Да. Ну, он постарше, чем я. Но все равно с ним очень интересно общаться. Ну, и с Пашей, скажем. Угу. Так. Паша, ты также познакомился в студии актер, да? Да, также. Когда я пришел в студию актер, она уже занималась. Расскажите друг про друга. Ага. Паша занимается фортболом, разновидностью хоккея без кроссовок в зале. Еще Паша играет на фортепиано. Он любит кататься на санках, на лыжах. Еще он любит гулять, любит играть на фортепиано, любит строить что-нибудь из лего. Разный для мам, машины, не знаю. Вот. Да, Паша. Ее любимая певица это... Ее еще Эдри... Одри Хейберн. Одри Хейберн. У нее нет ни собаки, ни... Ой. У нее нет ни брата, ни сестры, к сожалению. Ну, как у меня. У нее есть собака. Она любит кататься на лыжах. Она очень любит театр. А еще, у нее есть ваша сестра, 5 лет, 2 лет. Угу. Круто. У вас был недавно новогодний праздник. Вы в нем участвовали? Да. Да. Оба, да? Да. Расскажите, пожалуйста, как это происходило? Вначале, когда мы пришли, сразу выступали мы. Мы пели песни «Мы звезды континентов» из брендских музыкантов. Дальше. Там выступали другие ребята с очень интересными номерами. А еще мы там танцевали, а Таня с весу родилась елочка. Ну, это было уже по самому концу выступление. А в месте, где мы выступали, это было арт-кафе Дуров. Да. Там было два этажа. На первом располагались мы, все дети. За столами, а на верхнем уже располагались взрослые. У них был как бы вид мест. Да. Вот так. Сцена была большая. Да. Было по два входа с каждого края. Да. Там у нас было очень много человек. Почти все участники студии «Актива». Круто. А сколько это примерно? Это где-то больше ста. Больше ста. Очень много. Ну, из нашей студии не пришли. Подаватели были. Подаватели были. Не все. Ну, да. Уже не все, но нет. Но в основном основной состав. Понятно. Не было. Хорошо. Такой вам вопрос. Как вы думаете, какой должна быть самая крутая школа? Ага. Ну, в ней должны быть лифты. Она должна быть оборудована. Обязательно. Обязательно. Она должна быть оборудована. Обязательно. Чтобы все уроки были интересными, с играми, с новыми, ну, с фильмами. Это так понятно. И чтобы перемены были не по пять минут. А по сорок. Не, не по сорок, но это многовато. По сорок. Ну, двадцать. Да мало. Сорок. Не, нормально, нормально. Чтобы была огромная детская площадка рядом со школой. Там еще было кафе на территории школы. Вот. Театр свой был у школы. Ну, кафе, думаю, не обязательно. И кафе на деревьях. Вот. А не многовато ли? Нет. Угу. Хорошо. Спасибо большое. Умнички. Все. Спасибо. Все. А спорить в этот раз ты не будешь спорить. Уже спорил. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Девушка, давайте поливайте и устраивайте. Финальный, финальный отход. Убедились? Хорошо. Ну, спорим. Здравствуйте, Жалюс. Здравствуйте, Жалюс. Вы в лифте родились? А-а-а. 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 Привет. Здравствуйте. Так, ну вы все знаете. Да. Поэтому бездолго. Да, поближе на плюсики. Бездолго. Очень. Ой. Ну-ка, девчонки, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Варя Ткачева. Мне 10 лет. Живу я в городе Москва. А мне зовут Ксения Семеновская. Я подруга Вали. Валя моя подруга. Мне тоже 10 лет. Живу тоже в городе Москва. В общем, вы поняли. Мы лучшие подруги. Мы не только посреди актеров занимаемся вместе. Мы вместе как бы в лагерь ездили. Мы снимали кино. В роли лучших подруг как раз таки. Этот фильм снимался как в лагере, так и в школе московской. Да, да. Что закинули? Мы играли за «Вид себя». Фильм называется «Дружба». Там вы другом немного называли. А, ну там поменяли в общем название. Но это… Фильм должен был предполагаться комедийным таким фильмом. Да. Комедий. А на самом деле наши… Они поссорились и… Наш режиссер очень такой, ну, очень… Молодой. Нет, я про другое говорю. Я вам говорю про совсем другое. То, что человек… Что ты про ее сказать хочешь? Ну, то, что он хорошо придумал нам. А, да. Он очень хорошо придумал нам. Прям вот сценарий были, отражены. Но, без того, что получился комедийный какой-то, например, фильм, он сделал какой-то прям со смыслом. Прям такой… Там в конце такая концовка. Да, да. Там в конце такая концовка вообще милая. Ксюша там в конце такая. Я там в конце плакать должна. Да. А, какая фамилия у этого еще? Яловкий. Но у нас как бы сидит. Это… 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 Фильм нашей студии. А, внутри вас. Да. В нашей студии. Мы каждый год снимаем в лагере какие-то фильмы. А вот в этом году даже его дос… Ну… Досняли. Досняли в Москве. В московской школе. Да. И мы прям… О-о-о… Осенью. Целую школу. Ну… Да. Когда как раз были каникулы. Да. Вот. Когда были каникулы или входные? Это… 23 сентября Вот, я даже помню, да, тут Что я попросил этой Ксюши Да, значит, давайте, расскажите мне друг про друга Так, Ксюша, она Помимо актерского мастерства Она очень спортивная личность Она делает И сальто И кувырки, и прыжки Она вообще Ксюша не скромничает Она офигенно просто поет Она актриса Нет, давай я больше при себе не могу слушать Теперь послушаем про чудесную Варвару Варвара у нас актриса Чудесная просто актриса В любой момент прям под роль может так Прям заплакать Заплакать может Потом она прекрасно поет Мне достаточно нравится Но когда ты с ней живешь в лагере в одной комнате Она иногда ночью поет Ты так сидишь такая Да, так что происходит А еще Варвара у нас такая прям личность У нее есть свой выбор Она может прям выбирать Хорошо, у нее родители А, да Ну, само принимать решение Сама такая Как Ленин, как Стали Сама выбирать решение Самостоятельная девочка Девочка Да Прекрасно Расскажите, пожалуйста, какой вид искусства вам больше всего нравится? Ответ еще виден? Да Ну, актерское мастерство Ну, это актерское мастерство Ну, давайте так Помимо этого Давайте так Есть театр Есть кино Есть цирк Да Есть балет Вот из этих четырех пунктов Каждый свой выберите, пожалуйста Мне кажется, кино С театром надо Не-не-не, каждый свой Я считаю То есть не кино Подожди, не надо Потому что кино Так Ну, мне кажется Что же театр? Мне театр Просто театр Ну, вот давайте Давайте сделаем Следующим образом Девчонки Мне нужен ваш выбор Мне нужен ваш выбор Это для того, чтобы вы дальше могли Пообщаться друг с другом И пообщаться со мной Ты будешь рассказывать мне Что кино Это самое интересное И самое лучшее место Ты будешь рассказывать Что театр Это самое интересное Я вспомнила просто Потому что кино и театр Это две разные вещи Да А ты играешь с первого дубля Вот, смотри, девчонки Ваша задача будет Убедить меня Чтобы я пошел В какое-то одно место Либо в театр Либо в кино Где-то есть плюсы Где-то минусы Где-то интересность В одних проявлениях Где-то в других Вот вы должны меня убедить Что именно ваш вид искусства Театр или кино Театр или кино Лучше Не знаю Попробуем Вы вместе В диалоге Но самое главное Не забывайте про меня Потому что Вы не друг с другом Сейчас общаетесь А прежде всего Мне нужно Это не с меня Вы рекламу сейчас делаете Ты рекламу Да, я начну Кино Кино Это чудесное место Все съемочная площадка Своя аудитория Можно сказать Из режиссера Гримера Очень интересно Наблюдать За работой режиссера Сценарий Могут быть очень интересны И плюс в том Что можно переснимывать Дубль Если не получился Переснять В кино Можно что-то доделать Приукрасить Лететь Переукрасить Там Например Поставить Синий Зеленый фон И Зачем Переукрасить Да Прям Горь Прям Олимп Прям Кухня мира Там Не знаю Огромная Божья коровка На заднем плане Нифига Еще Мне очень нравятся Спецэффекты Фильмов Потому что Грим Вот Грим Очень Будет тоже Интересная работа Гримеры Они Могут Из обычного Человека Сделать Какого-то Мистического Героя Как из Капитана Воробья Который Я забыла Как У него Отсюда Да Да А там Вообще-то Это был Монтаж Аня Грим Ну Мы все равно Там Ну Там Там Из Гарри Поттера Волан де Морт Вот А ты не забыла Что-то про театр Нет Я просто Предполняю У меня Про театр Там Такая Сильная Что-то Почему На театр Потому что В театре Все идет С первого дубля И ты прям Чувствуешь Так сложнее Но в кино Зато можно Переделать Это легче Но В кино Актеры Они как бы Могут Со второго дубля А вот В театре Ты должен Все с первого раза То есть Актеры Больше готовятся Дольше готовятся Если У актеров У всех Которые в театре У них Более Развита Фантазия Потому что Если у тебя Что-то Ты забыл текст И нужно Что-то Придумать Там например Другое имя Вставить Я тебе скажу То что И вставить Может быть То же самое Потому что В кино Ксюшенька Моя дорогая Между прочим Все снимается Странные дубли Даже есть Что По наушнику Диктуется Нет Диктуется Это А там Все Все Вживую Там И Минус То что Ты забыл Если Если Актер Неопытный Подожди Я тебя Не обивала То он Может Зазвук На сцене Но в том-то и дело, что в театре более опытные актеры, и театр это такое место, куда ты можешь прийти, и там вот этот вот дух, и когда, если ты идешь до кулисы, то, вот ты идешь там гримерные, барики, все это, и вот мы когда с Ксюшей были в театре Моссовета, там барики, там вторая сцена, это все, то есть театр это такое место. Хотя, где все происходит вживую, все там опять же, там тоже есть декорации, но в театре их стараются сделать более реалистичными, причем и сну, материалы, которые у тебя есть, а не то, что там, знаете, нарисовано, ну да, там все, а там создается атмосфера такая, которую уже невозможно перевести в театр, это как маленький прайминг, ты наряжаешься в красивые костюмы, в красивые наряды, ты можешь одеть свое самое красивое платье. Вот, 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 ты точно разбудилась, дай сказать про кино. Слушай, ты уже поняла, все свое сказали, не все, мы просто очень, ну все, мы просто очень любим спойминг, она всегда просто стоит впереди, ну, да, Ксюша обиделась. Рассказывай быстрее. Ладно, в общем, театр это, в общем, волшебное место, там, как я уже сказала, дух, и вот всегда вот, не знаю, мне в театре более какие-то эмоции, чем в кино, потому что... Ну, она в театре! Вау! Не работала! В кино в театре, что ты говорила? Я работала в театре. Работала. Работала. Давай, говори уже. Я работала в театре, в московской операции. Говори уже, что прочее. Да. Договори, давай. Вот, и меня как-то больше трогает театр, потому что в кино в последнее время актеры не так играют, им слезы там рисуют, знаете, а в театре, то есть ты понимаешь, что там хороший актер, что он... Потому что там можно намонтировать все в кино, и ты не понимаешь, как на самом деле играют актеры. А я скажу, что если актер хотя бы один раз облажает на сцене театра, то тогда уже все. И поэтому в театре можно понять, хороший ли это актер или плохой. Теперь я говорю. Я представляю, что было бы, если Псюша была бы в театре, она такая, захотеть такая? Нет, мне больше кино нравится, потому что в кино не только можно забыть театры, ну, смотрите. Все же просто, все же память плохая. А у человека нет, у меня хорошая память. И человек просто может, ну, как бы, в кино больше представить себя там где-то. Ты должен тоже переживать, во-первых, эмоции, потому что иначе человек, который смотрит тебя, должен просто не поверить. Ну, ну, понимаешь, в кино в последнее время все рисуют, и актеры в последнее время в кино, они как-то очень наигрывные, и там все рисуют. В театре может быть то же самое. Может быть, именно на мой взгляд? Театр это онлайн. А вдруг что-то не получилось? А что-то не получилось? А ты как-то еще? Я играла вот в спектакле «Золушка», там «Золушка» хорошо не взяла с собой, там кто-то не взял с собой вторую туфельку. А туфелька лежала в гримерной, далеко-далеко, то есть от сцены. И просто она как-то передала это незаметно, а я стояла за кулисами и принесла вот эту вот туфельку. То есть за кулисами ее кинули куда-то, то есть в театре у людей более разное, ну, как бы все вот это вот более разное, чем в кино. А еще вот когда я играла лично в театре, когда я тоже играла, когда я играла, когда я играла Золушку, очень известная роль. Золушка. Это Золушка была? Нет. А я была Золушкой. И это играла Золушка. И приходилось одевать какие-то сначала одежды, вот парадную, там, вот красиво платье. Так как времени нету просто на переодевание, ну, то есть там снять платье, надо было надеть сразу на платье, всякие в лохомоте, чтобы просто, ну, тебе подумали, что ты, ну, солдушка, еще не феечка. Вот, и когда я снимала, у меня, я держала в руке, ну, у меня не в руке, нам дали такой микрофон, потому что тот, который был на ухе, он сломался. Вот, и когда я держала микрофон и переодевалась, он упал. И был огромный-огромный свист. И поэтому я считаю, что в кино можно просто переиграть, а человек, смотри, Вань, вот ты говоришь, что человек не дарак. А мне кажется, что человек, ну, ты говоришь, что не растворит в кино, я считаю, наоборот, что, ну, я не говорю, что там в театре плохо, я говорю, что в кино человек должен, вот, если, например, он играет какую-то сценку в волшебном лесу, он уже просто должен сыграть, иначе, если он сделает спустя руки, спустя рукава, как ты, вот, Вань, говоришь, что киносунги там как-то делают, то, как бы, получается уже не то, и зритель в тебе просто не верит. И еще хотела бы дополнить то, что, например, благодаря киному, благодаря какому-то сериалу, благодаря кинофильму, который выходит, например, у нас в кинотеатрах Москвы, ну, в кинотеатрах России, там быстрее, как бы, ты уже обретаешь свое, как бы, свое актерство, и тебя уже могут там уже знать где-то, откуда ты из... ну, там, вот, например, а вот эта девочка, она хорошо играет, она из фильма того, и мне она здесь очень понравится, поэтому здесь у нее будет хорошая роль, а в театре как раз... А мне кажется, что... Короче, прославиться кто-то хочет. А мне, короче, ну, хорошо, человек, который... Я, а ты прославиться хочешь? Понимаете, человек, который работает, именно, он прославляется, а это тот, который... Ну, понимаете, что ты меня переделал! Ну, мне кажется, мне кажется, все равно... Театр — это более древнее искусство. Театр и кино прекрасны. Прекрасны, да. Спасибо большое. Вот смотрите, сейчас самая большая ошибка была, которая просто... Ну, я на всякий случай вам скажу. Вот, вы молодцы. Ну, так, на будущее, если вдруг что-то похожее у вас будет в жизни, ты практически не давала партнерше говорить какой-то кусок. У тебя прям был такой монолог-монолог, и это было не дружеское... Ну, подожди, подожди, я закончу. А это уже переросло в такое немножечко агрессивное, что типа, ну, наглое. Да. Ты вообще никто? Да, да. То есть я в этот момент начал думать, а подруги ли вы вообще? Да. Вот в этом моменте, когда у нас... Вот, нужно контролировать ситуацию. Просто мне иногда бесит, что меня кто-то перебивает. Смотри, вот, вот твое бешенство помешало тебе самой, оно же бесит тебя, а ты сейчас подставляешь этим бешенством не только себя, но и подругу. Да, да, да. Вы же в дуэте работаете. В чем сложность работы дуэта? Что каждый участник дуэта должен чувствовать друг друга. Вот мы, вот когда слово его здесь говорили, мы как раз говорили о Ваньке в садке, в игре, там как раз нужно уступать. Ну, то есть один человек, видишь, как я дослушал до конца, что сказал, и добавляю, это вы наверняка на актерском мастерстве сделаете упражнения парные какие-то, да? Когда нужно чувствовать партнера, там, одновременно шаг делать друг другу. Вот, если ты не будешь чувствовать партнера, ты просто возьмешь и сделаешь шаг к нему. А если ты будешь чувствовать партнера, ты не сделаешь шаг, пока он не сделает в этом, понимаешь? Вот это очень важный момент, просто вы сейчас в таком возрасте, хорошем очень, если вы не будете друг другу слушать, не получится. Да, я как-то правда, когда у нас воеваю. Сложнее работать в дуэте, чем самостоятельно. Я больше привыкла в дуэте работать, потому что... Ну, ладно, это такой, вам совет просто дружеский на будущее, хорошо? Спасибо. Я, конечно. А что за такие дручные души? Не рады, не рады. Средоточные, все нормально. Вы им какую-то головолобку задали, да? Все хорошо. Я им дал совет. Вы еще говорите, вы еще говорите. Какой вам совет дадите? Скажите, пожалуйста. Какой вам совет дадите? Какой вам совет дадите? Другая на сети, я вам цену. Да. Я не перебрала, просто дадите. Я думала, что мы обе думали, что на тебя. Ну нет, давай просто, ребята, дадите. Вы играете? Ну, вот и рыбаешь сам, дадите. Да, да, работайте, вы уйдите. Так, вы пойдете в театр на сети? Какой театр? Мы вас уже записали. Уже все. Где театр? Что за театр? Какой театр? Какой театр? Театр на Черпуховской. Играет мальчика из актера. Андрей и Шашелок. Принцем дичь. Пойдем. Пошли. Вы построили, что ли? Не, построили. Ну, дальше мы долго доказывали, что лучше тебя дарили. А ты всем в контакте идешь? Очень-очень. Сейчас пойдем все. Я не так жарко заселяю. Идем. Поехали? Да. Это все? Сейшелл. Сейшелл. Не читала, я сюда, все было вошлое. Тихо, что... Держи в кредису, вошло так. Спасибо за просмотр! Ох! Все было. Хорошо! Вот. Ага! До свидания! До свидания! Приваспет! Да! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...